Демарш не удался. По маршрутам частных перевозчиков, взвинтивших цены на проезд по поручению Александра Буркова, пустят городской транспорт. Чтобы у людей была возможность съездить по тем ценам, которые были ранее приняты. Проверка инцидента начала и прокуратура. Высший уровень опасности и число природных пожаров в регионе может резко вырасти. В зоне особого риска деревни и села Черлакского района в МЧС дали рекомендации. Вернулся с фронта спустя 80 лет. Были обнаружены останки бойца рабочей крестьянской Красной Армии. В Азовском районе придались земле останки героя. Не смог отказать даже Лев Додин. Мы долго Льва Абрамовича уговаривали все-таки приехать на наш фестиваль. Театральный фестиваль «Золотая маска» устроит в Омске парад звезд. И В значит победа. Это победа, победа над собой, победа над какими-то сложностями, трудностями. В дирекции сибирского международного марафона показали главный трофей весеннего забега. Выкручиванием рук Александр Бурков назвал повышение стоимости проезда частными перевозчиками. Это недопустимо, заявил сегодня глава региона на совещании Кабмина. Напомню, на некоторых нерегулируемых маршрутах цена за поездку выросла до 30 рублей. К тому же участники отменили льготы по картам ОМКО для школьников, студентов и пенсионеров. О росте цен стало известно на прошлой неделе. Социальные сети буквально взорвались негодованием. Это подтверждает и статистика Центра управления регионом, который отслеживает жалобы о МИЧЕЙ. В департаменте транспорта назвали решение участников демаршем. И в ответ изменили маршруты муниципальных автобусов. На восьми участках продлили существующие рейсы, а на некоторых запустили новые. Александр Бурков поручил мэрии разобраться в этом вопросе как можно быстрее. Чтобы ни в коем случае частные перевозчики сегодня не выкручивали руки. Не повышали тарифы для населения. Если такое происходит на нерегулируемых маршрутах, смотрите, как дополнить эти маршруты муниципальным транспортом. Чтобы у людей была возможность ездить по тем ценам, которые были ранее приняты. Повышением цен на проезд заинтересовалась и прокуратура. Ведомцы проводят проверку. А в мэрии внедряют новый сервис на сайте БАС-55, чтобы пассажиры могли отслеживать онлайн-маршрутки, в которых стоимость проезда осталась на прежнем уровне. Так, уверены в департаменте транспорта, МИЧЕ смогут еще до начала поездки знать, сколько придется заплатить и заранее решить, играть по правилам частников или нет. Кстати, как объяснили в мэрии, частные транспортные организации, работающие на нерегулируемых маршрутах, вправе самостоятельно поднимать стоимость проезда. МЧС предупреждает об опасном природном явлении. В Черлакском районе в ближайшие три дня ожидается наивысшая пожарная опасность – пятый класс горимости. Это означает, что число и площади природных пожаров могут серьезно увеличиться, возможен переход огня на населенные пункты. А МИЧЕ просят не ходить в лес, не разжигать костры и не засорять противопожарные полосы. Пламя бушует на территории региона с начала мая. Страдают не только леса, но и деревни. Самый печальный пример – населенный пункт Каракуль в Большереченском районе выгорел почти полностью. А в минувшие выходные пожар уничтожил два дома в Знаменском районе. В деревне Максим Горький без крови остались две семьи с маленькими детьми. В районной администрации сейчас собирают от всех желающих вещи для пострадавших от стихии. В огне гибнет много животных, а от пламени некоторые пытаются спастись бегством. Неравнодушные МИЧИ спасли ежа, который был напуган и метался на дороге. Погорельца доставили в новое место обитания. Десятки лет неустанных поисков и возможность, наконец, оплакать героя всей семьей. Спустя 79 лет на родную землю привезли останки красноармейца Байтака Байтемирова. Все эти годы он считался пропавшим без вести. В начале войны мужчина ушел на фронт. Летом 42-го связь с ним оборвалась. Семья по крупицам собирала сведения. Сейчас может узнать весь боевой путь и восстановить события последнего дня солдата. Отряд пензенских поисковиков обнаружил останки погибшего в Новгородской области и вместе с ними передал семье посмертный медальон и документы. Подробности в нашем материале. В сентябре 2020 года были обнаружены останки бойца рабочей крестьянской Красной Армии, вместе с которыми найден нестандартный медальон в винтовочной гильзе. В стреле на немецкой гильзе бойцы прятали записки с данными о себе, чтобы товарищи могли найти родных погибшего. В Новгородской области 1942-го советские солдаты держали коридор, преграждая путь противнику. Для Байтака Байтимирова этот бой стал последним. Только спустя 78 лет на медальон наткнулся поисковый отряд. Родственников пропавшего без вести искали полгода. По казахской традиции Байтак – второе имя. Оно закрепилось в семье и в родном ауле. Вошло в официальные документы. Со сменой поколений домашнее прозвище Баймухамбета осталось лишь на страницах семейного древа. Нашли как Байтака, но его имя полное Баймухамбет. Вот, если бы мама, вот я обратилась к маме, спросила, мама, кто такой Байтимиров Байтак? Она сказала, что это дедушка ваш, это родной отец вашего отца, а зовут его Баймухамбет. Вот в этом немножко у нас сложности пошли. Но если бы не мама, мы бы, конечно, не откликнулись. Потому что уже взрослых, ну, пожилых людей нету, которые старые. Ну, кому за 90, которые все помнили, кто знали вот это, понимаете. На фронт мужчина ушел в 1941-м, а в августе 1942-го перестал выходить с родными на связь. Найти останки бойца для поисковиков – большая удача. Обычно заболоченная местность в прошлом году высохла. Металлическую гильзу нашли в последний день экспедиции. Медальон отправили для прочтения в Москву, останки – в Тюмень. В феврале семья получила радостную весть. В поисках Байтака поставлена точка. Останки готовы передать родственникам. За помощью в перевозке семья обратилась в местную администрацию. Вместе с прахом и медальоном родственникам бойца 202-й стрелковой дивизии передали заключение экспертизы и карту поисковиков. На ней обозначены места находок и сохранившиеся вещи – ложка, остатки противогаза. Во время торжественной передачи семья не сдерживает слез. Собрались все родственники – десятки внуков и правнуков. Память о герое почтили троекратными выстрелами, минутой молчания и возложением цветов. После – захоронили на мусульманском кладбище. Они до последнего считали его пропавшим без вести. И не было даже того места, той могилки, куда можно прийти, помянуть, возложить цветы. Теперь такое место в Азовском районе будут. И родственники будут знать, где можно помянуть ихнего деда, где можно всем собраться и выразить ему слова благодарности. В народе говорят, путь солдата заканчивается тогда, когда на его могилу опускается слеза родственника. Война для Байтака Байтимирова завершилась спустя 79 лет. Денис Уонос, Анастасия Вишова, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Заграница станет ближе. С 25 мая Омск возобновляет международное авиасообщение. Такое решение принял федеральный оперштаб. Судя по летнему расписанию, которое Омский аэропорт опубликовал еще в конце апреля, самолеты полетят в Тунис, Вьетнам, Грецию и Турцию, которая пока закрыта. Международные вылеты разрешили также из Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ. Кроме того, на этом же заседании оперативного штаба решили возобновить авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Сад памяти вместо выжженной земли. Омичи высадили 8 тысяч сосен и лиственниц в памяти о легендарном генерале Дмитрие Карбышеве. Международная акция стартовала еще в прошлом году. Ее цель высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших на полях Великой Отечественной. В прошлом году только в городе появилось больше 5 тысяч зеленых памятников. В этом году сады памяти разбивают по всему региону. Один из них заложили в Омском районе, на землях Усть-Заостровского лесничества. Больше сотни мечей – это волонтеры, сотрудники компаний, работники лесхозов и члены регионального правительства приняли участие в акции. Поддержал ее и Александр Бурков. В сад памяти глава региона высаживал футболки с надписью «Несломленный». Это кинолента 12 канала, посвященная Дмитрию Карбышеву. Не остались в стороне и актеры омской драмы Степан Дворянкин и Александр Гончарук. Они сыграли в фильме роли молодого и зрелого военного инженера. У меня какая-то необыкновенная гордость сегодня. Мы высаживаем этот лес, я не знаю, какой он будет через 10-20, но я еще доживу. Я еще доживу и буду приводить сюда детей и внуков. Надеюсь, у меня скоро внук появится. И буду сюда приводить. Кстати, уже завтра сотрудники 12 канала отправятся в автопробег по области. К жителям шести районов приедут авторы фильма «Несломленный». Автопробег пройдет по двум направлениям. Одна колонна машин отправится по маршруту Крутинка-Тюкалинск-Любина. Вторая поедет в Василькуль, Москаленке и Марьяновку. В каждой из этих точек запланированы встречи с авторами фильма, актерами, а также просмотр киноленты о легендарном генерале Карбышеве. Все подробности в завтрашних выпусках «Часа новостей». Ждите прямой включения наших корреспондентов. Между тем, «Несломленный» уже вышел за границы региона. Нашумевшую ленту показали в Кемеровском кадетском училище. Об этом попросили воспитанники. Ребята, как оказалось, уже давно хотели увидеть проект 12 канала. Из наших выпусков новостей узнавали факты о съемочном процессе. А когда выяснилось, что лента отправляется в большое турне, попросили устроить показ. В актовом зале собрались больше двух сотен учеников седьмых, восьмых и десятых классов. Говорят, фильм посмотрели на одном дыхании. Картина снята в необычном жанре, где реальные факты переплетаются с постановочными игровыми сценами. Его подвиг пропитан патриотизмом, любовью к родине. И я считаю, что подобные фильмы, как «Несломленный», должны учить новое поколение мужеству, долгу, патриотизму, вере в Отечество. Выбирает город-сад Оксана Фадина приняла участие в голосовании за дизайн проекта благоустройства. Больше всего городоначальнице приглянулось всевозможное преображение городского сада. Это территория около Тюза. По ее словам, название места и реальность не совпадают по периметру сквера, гаражи и парковки. А вот цветов и зелени мало. Исправить ситуацию, уверена Оксана Фадина, можно будет благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Оставить свой голос можно до 30 мая на сайте 55.городсреда.ру. Эскизы, которые наберут наибольшее количество голосов, воплотят в жизнь уже в следующем году. Добавлю свое мнение, высказали уже более 70 тысяч амичей. Омск притягивает культуру. Фестиваль «Золотая маска» в нашем городе посетят известные режиссеры и актеры. Об этом сегодня в утреннем эфире радио «Монте-Карло-Омск» рассказал директор театра драмы Виктор Лопухин. Среди звездных гостей – президент фестиваля Игорь Костолевский, балетмейстер Борис Эйфман, который представит балет «По ту сторону греха». Артисты языком танца перескажут роман «Братья Карамазовы». В этом году специальную программу «Золотой маски» посвятили творчеству Достоевского. Так что еще одну версию известного романа представит малый драматический театр из Санкт-Петербурга и лично режиссер Лев Додин. «Братья Карамазовы» – это совершенно новый-новый спектакль. «Льва Додина». Да, «Два Додина». Они только что сыграли его у себя премьерой. Вот в апреле месяц они сыграли. И мы долго Льва Абрамовича уговаривали все-таки приехать на наш фестиваль. Он знает город Омск, он знает наш театр. Значит, он приедет, и все его лучшие артисты, трупы, они заняты в этом спектакле. Но это шедевральное искусство на сцене, и его надо смотреть. Напомню, «Золотая маска» пройдет в Омске с 22 мая по 7 июня. Также в эфире радио «Монте-Карло Омск» Виктор Волопухин рассказал о гастролях. С 14 июня на сцене драмы будут выступать вахтанговцы. Они привезут 7 спектаклей. В постановках задействованы российские звезды театра и кино. Это Сергей Маковецкий, Людмила Максакова и Нона Гришаева. Продажи билетов на спектакли уже открыты. А в ноябре актеры омской драмы покажут два спектакля на новой сцене театра имени Вахтангова в столице. Ну а на сцене пятого театра провели сеанс психотерапии. Питерский режиссер Артем Томилов представил в Омске спектакль в жанре автофикшн и назвал его собственным именем. Звездная болезнь ни при чем. Так автор хотел подчеркнуть, что герой постановки не выдуманный персонаж, а реальный человек, который отважился выставить личные переживания на суд зрителей. Какими откровениями удивила премьера, расскажет Елена Погарская. Я всегда хотел выйти сюда, на основную сцену пятого театра, чтобы всем своим существом почувствовать единение с городом. 13 актеров и одна роль на всех Артема Томилова. Резидент столичного центра имени Мейрхольда и участник питерской театральной компании «Перфобуфет» однажды покинул Омск. А 14 лет спустя вернулся на родину, чтобы этим спектаклем отпустить прошлое и признаться в любви городу и собственной юности. Встряхнуть пыль с воспоминаний он рискнул в жанре автофикшн – микса реальных фактов биографии и дневниковых заметок в стиле потока сознания. Заодно решил разобраться с мифами и мемами про Омск. Его город, тихий как сон, остался в детстве. Нельзя сказать про Омск, что он спящий город. Поэтому нельзя мазать одной краской этот город. Он очень противоречивый, пульсирующий и куда-то стремящийся. И мне вообще здесь очень интересно находиться. Я заметил вот это изменение, что народ рефлексирует про Омск очень сильно. Чего не было, когда я уезжал. Я вижу, как люди хотят вкладываться. Я увидел наш крутой центр, который, безусловно, сделали, что там огромное количество субкультур развелось. Этот спектакль имени себя – еще и сеанс разоблачения с неудобной и болезненной правдой о личном прошлом. В ироничных монологах всплывают реальные воспоминания Артема о школьном буллинге и подростковых бандах с окраин. И откровенные признания в изменах любимым и эгоизме. Актер Дмитрий Макаров с трудом сдерживает слезы перед выходом на сцену. Его часть спектакля – о проблемах отцов и детей. Как и все, мы в своей жизни приходим к тому времени, когда нужно, я не знаю, так или иначе попросить прощения у своих родителей. Спектакль про то, что жизнь очень короткая. И все уйдут. Ты не заметишь, как ты вырастешь, как уйдут твои бабушки, дедушки сначала, а потом уйдут родители. Но надо быть меньше максималистами в каком-то смысле. И надо беречь их. Историю о трудном взрослении артисты Пятого разыгрывают в фойе театра на экспериментальной сцене пространства 25. Камерная атмосфера и минимум декораций – лучшие сопровождающие для попытки правды с самим собой, уверяет режиссер. Следующий сеанс театральной терапии пройдет в июне. Елена Погарская, Сергей Никифоров, 12 канал. И вот какие материалы мои коллеги готовят к итоговому выпуску «Часа новостей». Смотрите в 19.30. Так хотела есть, что едва не выпала из окна трагедия. В эти выходные чуть было не произошла в многоэтажке на улице Серова. Шестилетняя девочка стояла в окне на третьем этаже и разговаривала с детьми, которые находились на улице. Прохожие вызвали полицию. Девочку спасли, позже нашли и ее 24-летнюю мать. Соседи говорят, без присмотра дочь она оставляла регулярно. Они ее там неоднократно тоже подкармливали. Кто что мог, давал. Кто-то чесик, кто-то булочек, кто-то пирожок. Я как-то маме говорю, давайте я буду за вашим ребенком присматривать. У него у самой 9 лет, но она так плечами пожал. Что грозит горе матери и как сейчас себя чувствует малышка? Подробности этой истории у Анны Черных. Черные пакеты больше не омрачат городские пейзажи. Уже горы мусора, оставшиеся после субботника, вывозят сотрудники управления дорожного хозяйства и благоустройства. На это по поручению Оксаны Фадиной направили 6 миллионов рублей. Грузовики уже выехали на городские магистрали. Однако мусора, говорят рабочие, вдвое больше, чем обычно. Сказалась пандемия. В прошлом году генеральную уборку в городе не проводили. Как много времени потребуется коммунальщикам, чтобы избавить город от черных мусорных пятен, расскажет Екатерина Балучевская. Омский «Скиф» стал бронзовым. Гандболисты накануне поставили яркую точку в сезоне высшей лиги. В заключительных играх принимали соперников из Ростова, прямых конкурентов на серебряные медали. Субботняя ничья лишила нашу команду шансов на серебро, поэтому главной задачей стала сыграть достойно и подарить болельщикам настоящий праздник. С трибуны за игрой следил и губернатор. Александр Бурков назвал игру не только зрелищной, но и доказывающей, что нашей команде по силам пробиться в Российскую Суперлигу уже в следующем сезоне. В этом поможет и поддержка региона. Это действительно хороший и очень важный результат, я считаю, для нашего именно омского гандбола. Но в то же время я хочу отметить, что мы имеем достаточно высокий уровень. Наши ребята сегодня готовы к переходу в Суперлигу. И я, как руководитель региона, ставлю задачу на следующий год пробиться в Суперлигу. Мы будем делать все с точки зрения организации, будем увеличивать и объем финансирования. Бронзовые медали стали вторым успехом в истории омского гандбола. До этого скифы становились серебряными призерами в 2017-м. И последнее. Весенний полумарафон. В Омске пробегут 2000 атлетов. Такой прогноз дают организаторы. Онлайн-регистрация продлится до конца этой недели. На выбор атлетов три основные дистанции на 5, 10 и 21 километр. Присоединиться к бегунам можно будет и накануне старта. Дополнительную регистрацию организуют 28 и 29 числа. Пока же в дирекции СИМа формируют пакеты участников. В наборе помимо стартового номера будет и фирменная футболка с символикой забега. В этом году она желто-зеленого цвета, украшенная римской цифрой 5. Дело в том, что всероссийский забег в 85 городах страны пройдет в юбилейный пятый раз. Красуется римская пятерка и на медали, которую на финише получат все участники соревнований. Есть в ней и скрытый смысл. К юбилею мы видим символ, это цифра 5. Ну и как можно сказать, для каждого финишера это победа. Победа над собой, победа над какими-то сложностями, трудностями, которые могут возникнуть на дистанции. В этом году организаторы, дизайнеры придумали вот такую вот медаль. Атлеты, преодолевшие главную дистанцию полумарафона, получат еще одну медаль, выполненную в фирменном стиле омского марафона. Ее представят накануне главного весеннего старта. Фирменную атрибутику получат и волонтеры-болельщики. Поддерживать бегунов они будут яркими гигантскими ладошками, а ускорять шумовыми аксессуарами. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Субтитры предоставил DimaTorzok На этом пока все новости. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok